Забрался тут на высокий камень, прямо в центре, вот такой вот мощью располагается, вот он здоровенный такой. Стою у самого водопада, вот он передо мной во всей красе. Отсюда и селфи хорошо делать, и так снять видео. Очень необычно, что водопад начинается не сверху, а вот как бы он из скалы. То есть я повидал водопады, но как правило они вот с самого верха. Здесь вот такой вот он, такая особенность. На самый популярный камень, наверное, вот этот вот внизу. Туда прям даже очередь. Все хотят там сфотографироваться. Вернулся к кафе, оно тут в таком замечательном месте расположено, что можно занять столик с видом на водопад. И что-нибудь захомячить. Вот тут прямо на краю столики. Вот прям вот так вот представляю. Сижу я тут, значит, такой. Жую что-нибудь. Мы пока не проголодались, поэтому я ничего не заказываю. Но показать место вам хочу. Хорошо, в тенечке. Слышно водопад отсюда. Место супер, конечно. Кстати, вот пока ехали, обратил внимание, тоже довольно много здесь там шито встречается. Вот эти вот деревца невысокие. Он очень долго растет. Это очень прочное, тяжелое порода дерева. Он тонет в воде. Из него раньше делали, как говорят, часовые механизмы, то есть детали для часовых механизмов. И ценится, вообще говоря, эта порода. Ну вот в основном по Абхазии рощи погибли из-за самшитовой огневки. Это в 2019 году произошло. Наблюдал я это напасть. Ну вот здесь, видимо, какие-то работы проводились, опрыскивали, может быть. Короче говоря, защитили. Смотрите, какой лес тут. Сказочный. Мхом все покрыто. Ну вот, каждый ствол дерева утеплен мхом. Зимой, чтобы не холодное дерево было. Что-то вроде елочки занят на тоже растение. Настоящий сказочный лес. Очень люблю в таких местах бывать. Водопад. Пока мы еще здесь, на водопаде, несколько вещей хочу сказать. Здесь снимались эпизоды для советского фильма про Шерлока Холмса, где он как раз в Мариарте сражался. Вот это вот на фоне этого самого Гекского водопада происходил вообще водопад Великан, что называют. Высота 40 метров. Есть на высоте 1500 метров над уровнем моря. Резервуар с водой вот в этой вот скале. И когда, значит, по весне наполняется все там водой, то вот верхнее отверстие вот над водопадом в Хорме, оттуда тоже идет вода. Ну, плюс тут снег, воины там сходят. Ну, в общем, это вот зимняя больше тема. Вот, собственно, если так вкратце, все, что я знаю об этом месте. Пока время есть. Хожу, брожу здесь. Вот забрался на камушек прямо посреди реки. Смотрите, какой бурный поток. Еще одна точка обзора. Также с камушкой в центре реки. Куда можно эту самую реку наблюдать. Почувствовать ее характер. Объяснил. Продолжение следует. Сделали еще одну остановку Здесь водитель сказал интересное место Я думаю, уже обратно с Гекского водопада едем Тоже тут деревья, все мхом покрыты И вот прямо-прямо Где поток бурный Реки, можно подойти Здесь по камням поползать Столько здесь деревьев застряло Вот оно, еще одно Симпатичное местечко Перед вами Камни белого цвета Мы все ближе к озеру Лица Сейчас находимся в Юпшарском каньоне Юпшарский Вот название реки Юпшара Это та самая река, которая Из озера Лица вытекает И еще чем известен этот каньон Так это тем, что Здесь самое близкое расстояние между Скалой, там вверху 22 метра То есть настолько узкий промежуток Что кажется, что скалы над тобой смыкаются Здесь много всегда машин Место популярное Останавливаются здесь всегда Вверху 22 метра Вот вверху 23 метра Здесь всегда много машин, людей, торговля всяческая, кафе есть, домашняя выпечка, еще называют этот каньон каменный мешок, но такое официальное название это вот юбшарский каньон. Деревья почти до самого верха, да в принципе до самого верха, из скалы растут, прикрепились. Видео на этом я завершаю, традиционно, спасибо за внимание, ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, делитесь, подписывайтесь, все это помогает в развитии канала. Ну и в этом сезоне численность подписчиков приближается уже к 6000, что не может не радовать, так как это абсолютно органический рост, я в рекламу не вкладываю особо-то и нечего вкладывать. Ну, продолжение, смотрите, всего доброго.